друзья всем привет с вами я дима и канал владелец аквариума вот хочу вам показать коротенькое видео надеюсь коротенько как аквариум выглядит после подмены воды буквально прошло 20 минут почистил стекло подменил около 60 литров воды все сейчас пузыряет и немножко видна муть представляете забыл забыл из-за этого карантина и сидения дома забыл поменять и воду вчера нужно было это делать ну поменял сегодня это не страшно значит по поводу прошлого моего видео вот я был там где стеллажи прошу прощения и там я переносил нитчатку кубик с нитчаткой из мхом феникс в в кубик там где аманки вот и мне один из подписчиков написал что аманки не будут есть живую нитчатку а только мертвую то есть если я так понимаю если чем-то обработать и и она уже погибает тогда они ее едят сразу скажу до того как аман команды были изначально в другом кубике потом я их перенес к блюдримом где они сейчас так вот там там был просто огромный пучок нитчатки который там и рос сейчас в этом нет он был не обработан ничего вот он был он был живой вот я обещал что сегодня пойду сделаю видео сегодня к сожалению не получается давайте посмотрим завтра послезавтра ну я думал на днях и я сделаю короткий видосик туда я думаю там уже не чатки нет ну при придем моя я сделаю видео посмотрим вот по вот этой двухсотки все растет все отлично все как всегда хорошо ну вот у меня появился новый фаворит среди растений буцефаландр вот у меня этот колокуян было излюблено вот вот она здесь вот она а теперь еще мне вот начал нравится буцефаландра гладиус вот она вот она она кстати тоже как почва покровная немножко другой цвет она более темнее колокуян более светлее вот и буду потихоньку выращивать также этот куст рассаживать его такие буцефаландры как хейтс блэк хейтс кописусу я честно говоря не понимаю где они уже я запутался но сейчас я возьму телефон и покажу вот это по моему какой-то из блэк хейтс хотя он похож на супер блю тайп раунд а вон супер блю тайп раунд вдалеке вот они схожи я точно помню что я не перепутал и номерки все соответствует вот тут вот где-то кописусу по моему кописусу вот это самое огромное хотя она должна быть меньше в общем по буцефаландром я уже запутался по вот этим вот мелким видом ну фаворитах для меня опять же это колокуян отлично выглядит и гладирус эхинодорус горизонтальный растет отлично вон стрелка новая пошла новый лист вон он такого желтого цвета выпустила просто супер растет я сегодня еще один раз точек отрезал вот там вставил его где-то в общем все растет все хорошо местами конечно есть вон ксенококус есть какая-то там какие-то там пародии на вьетнамку не все конечно идеально ну пока пока нормально ждем повышение температуры летом посмотрим как это будет летом кстати скалярия сколько я общаюсь с вами скалярия тут зависла наверно в шоке от подмены воды корни от лука лук который я садил корневую дал неделю назад я срезал с него перышки очень вкусно с борщом они зашли сейчас вот сколько уже вымахала вот и кстати вот смотрите один отросток от хинодоруса я запустил на воздух не знаю будет он что-то давать или засохнет или нет но тон и не сохнет и вроде бы как растет кто знает подскажите получилось такое видео и от двухсотки и об аквариумах которые на стеллаже вот пока что это все вот изменений никаких нет кстати кто заметил изменение вот в двухсотки тут произошли немножко по анубиасом сейчас я вот в сторону анубиаса разверну значит у меня анубиасы были больше вот на вот эту сторону где сейчас эхинодорус я отсюда убрал кусок и переместил вот сюда целую ветку там кое-что по обрезал и теперь получается у меня тут больше анубов вот как-то так ну наверное на этом все сильно не кидайте в меня там тапками за то что там повторяюсь может быть одно и то же но уж извините нет возможности построить какую-то рыборазводню и там делать акваскейпы в условиях квартиры не всегда удобно возиться в 200 литровом аквариуме все знали что это занимает если по-быстрому то может быть один день а если к серьезно подходить то нужно всех рыб расселять и тут что-то творить и потом за нас заселять короче это такой процесс тяжелый так что так что вот ребята всем кто досмотрел до этого момента спасибо не забудьте подписаться потому что я смотрю 70 процентов даже больше чем 70 процентов не подписаны на мой канал подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии меня это вот действительно мне это мотивирует к созданию чего-либо вот на данный момент спасибо всем за внимание и пока пока